Всем привет! И давно мы с вами не виделись. Очень, я знаю. Прошло уже два месяца, я уже дома. В этом видео, что случилось потом и что происходило, всё это время будет чуть-чуть позже. А сегодня я хочу вам дать пару советов, что вам желательно знать перед поездкой в США, и я очень надеюсь, что они вам будут полезны. Поехали! Вода в США бесплатна, везде и всегда. В любом кафе вы не обязаны за неё платить. И, чтобы вы знали, вы можете даже подойти в Starbucks, не покупая там ничего, попросить, можно ли, пожалуйста, стакан воды, и вам его дадут бесплатно. И, знаете, это работает всегда, то есть в любом кафе, в любом, я не знаю, в магазине, не в магазине, в любом кафе можно взять бесплатно стакан воды. Также вода есть в любых супермаркетах, в таких специальных фонтанчиках. Следующая заметка это то, что в кафе есть напитки, которые вам будут обновлять. То есть вы платите цену за один напиток, а вам его будут доливать, 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 пока вы не идёте с кафе. То есть спросите, какие у вас напитки, refresh. Вот. Это полезно, так как вы можете взять чашку кофе, например, в некоторых кафе на завтрак, и пока вы сидите там час, вам будут доливать, доливать, доливать. Если вы что-то купили и вам не понравилось, вы можете это всегда вернуть. Я не знаю по поводу электроники, думаю, её тоже, но всё, что связано с одеждой, с продуктами, особенно если они пропавшие были, или вы не траванулись, либо какая-либо косметика, которая нанесла вам вред кожи, вы приносите и возвращаетесь, даже если вы этим пользовались. То есть вам обязаны вернуть, потому что в Америке действует такая фишка, как клиент всегда прав. Помните, что когда вы введите на ценнике цену в магазине, на кассе вы всегда заплатите больше, всегда. Это зависит от вашего штата, потому что в каждом штате разный налог, но всегда добавляйте плюс доллар, плюс два к всей покупке. Это то есть не к одному, если вы решили купить МРМ, и он там стоил 75 центов, это значит, что вы на кассе уже заплатите где-то 80 центов. Вот, это вам так на заметку, поэтому никогда не покупайте продуктов на все ваши деньги, то есть притык, чтобы вы вот рассчитали, что вы, вы посчитали, что вы заплатите 15 долларов, и у вас 15 долларов в кармане, а на кассе вы всё равно заплатите больше. Помните это, вот, потому что порой очень удобно получается, что вы такие, эээ, денег нету, вот. В любом доме, в любом отеле можно регулировать температуру, то есть всегда ищите на стенках, то есть на стенках отеля есть штучка, где написано сколько градусов, вы можете поднимать температуру и понижать, то же самое в домах, то есть везде. Не переживайте, вы не спаритесь и точно так же не замёрзнете. Я вам советую не говорить о вере. Во-первых, ни в коем случае не обсуждайте какую-либо веру в плохом свете, потому что, во-первых, вы можете подорвать себе очень сильную репутацию и пустить плохой слушок. Во-вторых, американцы очень религиозны, большинство, то есть у них какой-то прикол на этом, и вообще лучше не обсуждайте веру, это большая тема, и её слишком много, потому что пару раз я очень попала в неловкие ситуации из-за того, что я что-то типа сказала, как мне надоели эти религиозные песни, их немножко отнимать. Вот. Американцы очень не слушаются правил, законов, и т.д. и т.п. Ну, большинство не все, но если у вас какая-то в голове авантюра, и она касается нарушения закона или правил, и вы понимаете, что наш человек бы сделал это вот так, ну, то есть типа, когда не проблема, вот, там очень маловероятно, что вам пойдут на уступки, и поэтому думайте, прежде чем что-то предлагать, и лучше не предлагайте. То есть это может начинаться от любой мелочи до «давай свалим на 15 минут раньше с урока», заканчивая, я не знаю. Вы можете назвать афроамериканцем неграми, и это у них очень нормально, но только если вы знакомы, только если вы друзья. Дальше, в любом помещении, где бы вы ни находились, всегда носите с собой зарядку для телефонов. И помните, розетки есть везде абсолютно всегда, магазин, кафе, туалет, школа, я не знаю, церковь, везде. То есть не переживайте, ваш телефон не останется незарядным. Одно из главных таких советов – не болейте в США, не ломайте себе ничего, это очень дорого. Обязательно, если вы едете туда путешествовать с семьей, либо на долгое, на короткое время, неважно, берите всегда с собой лекарства, берите все самое необходимое, потому что, первое, лекарства, как антибиотики, вы без рецепта врача никогда не купите в США, и чтобы получить этот рецепт, вам нужно пойти к врачу, а чтобы вы понимали, по мере температуры, вам может обойтись как минимум 500 долларов. Это действительно такие цены, то есть там очень-очень дорого лечиться, особенно зубы, дантисты вообще, что не болейте, всегда имейте с собой все необходимые медикаменты дома. Помните о том, что на любом фестивале есть бесплатные вещи, которые, то есть продукты, которые ты можешь спокойно попробовать, и сколько бы ты ни пробовал, на тебя бурочка смотреть не будут. И когда идут акции в магазинах, ну как в магазинах, в кафешках, там, ну, например, когда я была в США, была акция, что там около месяца, он дает себе бесплатный кофе, и это нормально, приехать в Макдональдс, попросить кофе, взять его бесплатно и уехать, и больше ничего не взять. То есть, опять-таки же, на вас, как и урочка, смотреть не будут, это нормально, так делают все. Вот, то есть помните, если что-либо где-либо есть бесплатно, его будут действительно давать бесплатно, и в любых количествах, по сути. Ну, понятно, если вы приедете дать мне 10 кружек кофе, у вас, типа, ну, все равно, скорее всего, дадут. Вот, да, так вот, на заметку. Последний и один из самых важных пунктов, как во мне, еда в США. Помните о том, что у них еда очень много калорийная, любая еда, то есть то, в чем у нас вообще не может быть, впрочем быть каких-либо опасных веществ, у них очень даже может быть. У них вся еда в сахаре, то есть в продуктах, в которых, блин, мы бы в жизни не подумали, что там есть сахар, они туда его добавляют, поэтому читайте обратную сторону упаковки, что добавлено в продукт. Смотрите, чтобы там не было какое-то невероятное количество сахара, потому что он невероятен очень для здоровья, это раз. Два, чтобы вас не распорло, как бочку за месяц. Старайтесь мясо покупать органическое, серьезно. То есть, любые продукты, где написано organic, они действительно органические, они действительно полезны для вас, потому что у них очень действуют законы по этому, по вот этой вот надписи. То есть, они просто для красоты, мне напишут их для дороги, да, но дороже. Если у вас есть возможность, то лучше покупайте такие продукты. Старайтесь, серьезно, мясо американское, вот именно обычное, лучше не есть. Это все равно, что вы себя просто травите. Мы когда-то смотрели с классом фильм о том, как выращивают обычное мясо. Честно, вам лучше не знать, но проще питаться уже их огурцами, чем тем мясом. Поэтому, пожалуйста, смотрите, из чего состоит продукт. Всегда. Вот. И старайтесь не покупать всякие разноцветные фигни. Даже если вам хочется, да, понятное дело, что вы будете там раз в неделю, это не так плохо, но не ешьте это каждый день, потому что могут начаться проблемы с организмом, и вас может обсыпать очень сильно, и потом, извините меня, вы это обсыпание будете еще лечить пару лет. Вам это не нужно, вы же хотите сделать себе отличный отпуск, правильно? Вот. И на этом все. Я надеюсь, вам понравилось. Хорошего вам настроения. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки, где вы можете меня найти, будут в описании внизу. Надеюсь, что у вас все хорошо, и вы отлично проводите свое лето. И до скорых встреч! Я вспомнила, забыла сказать, если вы книголюб, покупайте книги в секонд-хендах, там они намного дешевле. Продолжение следует... Продолжение следует...